Дорогие товарищи, здравствуйте! Сегодня 9 мая 22-го года. Мы с внуком Николаем Николаевичем приехали положить цветочки до памятника солдату-освободителю. Иди, Колечка, положи туда цветочки. Молодец, солнышко! До нас уже люди были. Это очень приятно. Что люди помнят славную дату 9 мая. Памятничек давно стоит здесь. Конечно, требует ухода. Я, Колечка, закрою, я закрою немножко. Требует ухода. Ну, ребята, сейчас не то время, чтобы ухаживать, конечно. Я этот памятник помню, знаю, люблю. Это праздник моего любимого ботянички Змеевска Николая Николаевича. Полного тезки вот этого мальчика Николая Николаевича Змеевска. Где? Сейчас, Колечка, подожди, солнышко мой. Это самое. Естественно, насколько я помню, капитуляция была подписана 8 мая поздно вечером, а 9 мая уже дошла до территории Советского Союза. Мне рассказывала мамочка моя, как она услышала первый раз 9 мая о победе. Ребята, плакала маманька. Это такой был праздник, ребята. Жалко, что некоторые товарищи, которые совсем не товарищи, покажу, покажу, одуванчик, да, одуванчик, забыли этот праздник. Говорят всякую гадость на советского солдата. Что такое? Ну, хороший одуванчик, Коля, хороший одуванчик. Ну, мы, покуда живы, ребята, будем помнить этот праздник, который дорогой ценой был добыт в войне с коричневой чумой. Так что, ребятчики, я поздравляю всех нормальных, адекватных людей с Днем Победы. Желаю вам здоровья, мирного неба над головой. И чтобы было у всех все хорошо, ребяточки. Ну, а раковка стоит потихонечку. Куда ей деваться? Народу, правда, очень мало стало. Ну, где-то процентов 25, мне кажется, покинуло раковку под различными предлогами. Конечно, в основном страх. Страх человеческий, это животный страх, это очень серьезно, ребята. Ну, на каяться так, а нет. Потому что фейки всякие. Вот завтра нас будут бомбить, завтра нас будут бомбить. И так уже бомбят с 24 февраля. А у нас еще, слава тебе Господи, не было ни одного выстрела, по большому счету, ни одного взрыва. Дай Бог, чтобы так оно и было. Ну, все, ребяточки. Извините, кому что не понравилось. И, конечно, хотел бы многое сказать, но, сами понимаете, промолчу, покуда промолчу. Все, пока-пока-пока. Колька, скажи пока-пока. Пока-пока. Ай, ты мой хорошенький. Все, девушка.